Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! С вами портал экзегет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского государственного педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Сегодня мы заканчиваем первый из трех блоков, из которых собственно состоит книга «Премудрости Соломона». Первый из них – главы с первой по шестую. Это введение о «Премудрости» и вопросы о праведности и неправедности. Напомню, что ряд ветхозаветных текстов имеет определенную циклическую структуру, то есть начало и конец в них объединены примерно одной и той же темой. Первая глава начинается с призыва «Слушайте, судьи земли, правый суд совершайте». Шестая глава начинается аналогичным призывом «Слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов земли». Итак, «Слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов земли, внимайте, обладатели множества и гордящиеся перед народами. От Господа дана вам держава и сила от Вышнего, который исследует ваши дела и испытывает намерения. Ибо вы, будучи служителями его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божьей. «Страшно и скоро он явится вам, и строг суд над начальствующим, ибо меньший заслуживает помилования, а сильный будут сильно истязаны. Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого, и великого, и одинаково промышляет о всех. Но начальствующим предстоит строгое испытание. «Итак, к вам, цари, слово мое, чтобы вы научились при мудрости и не падали, ибо свято хранящие святое осветятся, и научившиеся тому найдут оправдание. Итак, вы желаете слов моих, полюбите и научитесь». Мы говорили о контексте такого обращения, почему, собственно, к судьям земли, к царям, к правителям, говорит автор. Упоминали о сложном положении богоизбранного народа в диаспоре. Однако, кроме прямой привязки к контексту, здесь содержится и ряд на самом деле универсальных, общих идей относительно правления и власти как таковых. Во-первых, от Господа дана держава и сила от Вышнего. Весь святкий завет системно показывает, что Господь творец и промыслитель истории на всех ее этапах. Бог промышляет о мире как таковом. В цепи исторических событий присутствует рука Бога. Причем присутствует она не ретроспективно, то есть не только смотря куда-то назад можно ее увидеть. Она присутствует и объективно здесь и сейчас. То есть ситуации формируются с одной стороны человеческими волями и свободами, но перст Божий в этом процессе присутствует непосредственно. Ветхий завет иногда заявляет на эту тему достаточно скандальные и провокационные вещи. Когда, к примеру, говорится, что Навуходоносор, это правитель, разрушивший Иерусалим, уничтоживший Иерусалимский храм, то есть в общем-то олицетворение абсолютного зла для Израиля, так вот он оказывается действующим в рамках воли Бога. Даже не просто его стороннего произволения, немого приятия и соглашательства, а он исполняет прямую и активную волю божества. Конечно, и о другом правителе Вавилона, о Кире, будет сказано, что он также действует от Бога, когда будет отпускать евреев на родину, разрешит им заняться восстановлением своего города и своих святынь. И тот, и другой – правители-язычники. Ни один из них не чтит Бога Авраама, Исаака и Иакова. Но и тот, и другой находятся в контексте воли Бога. И при этом их деяния абсолютно различны. То есть один разрушает, а другой созидает. Это не самая простая вещь к принятию и осмыслению. Но вот слова о том, что от Господа держава и сила от Вышнего – регулярная идея Библии. При этом сам Ветхий Завет также указывает, что переоценивать силу и власть не нужно. Это как раз системная ошибка израильских и иудейских правителей. На определенных этапах сложной внешнеполитической игры, в которых они находились, они заключали союзы с одними государствами против других. Ну, например, с Египтом против Вавилона. И вот, здесь-то пророки напоминают, что это бессмысленно. Они говорят, вы видите проблемы в неправильной внешней политике. Пытаетесь их исправить через правильную. А единственный, с кем вам стоило бы, во-первых, помнить про Заветы и отношения, это не ваши внешние политические союзники или противники, а Бог. С ним вы заключали в свое время Завет. И Он возвещал, что сохраняющих верность Завету Он сохранит от отступающих, и Он отступит. И, соответственно, тогда не помогут ни внешние, ни внутренние политические ходы и интриги. Повторюсь, приведенные стихи о власти и силе – это общая для Ветхого Завета идея. Далее утверждается абсолютная ответственность правителя. И это также находится внутри широкого Ветхозаветного контекста. Новозаветная параллель – кому много дано, с того много и спросится. Так и здесь – меньшие заслуживают помилования, сильные сильно будут истязаны. Большое знание рождает большую ответственность. Так же и с властью. То есть, в каком-то смысле, бессильному проще оправдаться. Его зона возможности, того, что Он реально может осуществить в мире, уничтожена мала. И все, что Он мог сделать, Он мог сделать только в рамках нее. И здесь нужно заметить, что реальное внимание Бога не к грандиозности результата, а к наполненности усилиями. То есть, тот же самый евангельский фрагмент о жертвующих в Рамовую сокровищницу, например. Были те, кто приносили много, и на эти суммы можно было объективно много что сделать для храма. И вот вдова, которая приносит две лепты. Ничтожный финансовый объем, то есть это практически нисколько. Ничего конкретного на ту сумму существить нельзя. Но ее дар выше, чем дар всех остальных. Потому что из ее возможностей это абсолют. А из их возможностей, даже те крупные суммы, лишь некая очень скромная доля. Данные стихи для слабого на самом деле не закрывают вопрос о деятельности как таковой. Он все равно должен делать в том коридоре, в котором существует. Пусть он и не широк. Но в нем он наличествует, и в нем и должен проявлять активность. Простой пример. Святитель Нектарий Гинский. Будучи маленьким мальчиком, он работал в табачной лавке. То есть, что он делает? Он торгует табаком. Что он может на этом месте? Практически ничего. Но он пишет цитаты из Священного Писания на папиросной бумаге и вкладывает их в пачки, которые продает. Вот его возможность. Куда это дерзновение его приведет в рамках жизни? На епископский престол и в итоге в Царство Небесное. У нас же часто присутствует внутреннее соглашательство с целым рядом маленьких неправд, которые мы, собственно, делаем в своей жизни. И это вопрос малого делания, в том числе малого делания нашего личного. Сильные сильно будут истязаны. Простой тезис про то, что человек, имеющий большие возможности, соответственно, должен многое сделать в мире. То есть, от него объективно многое зависит. Вопрос также к каждому из нас. С одной стороны, да, мы находимся на очень разных ступенях в социуме. Но, как правило, практически всегда есть те, относительно которых являемся сильными мы. Если я глава семьи, это мои домочадцы. Если я глава производства, это подчиненные. Даже если я просто дееспособный сын престарелых родителей, это в том числе теперь уже и они. И тогда данный вопрос, как бы, получает в нашем случае двойственную возможность к ответу, да, двойственную перспективу. Необходим навык внутреннего развлечения. В каких ситуациях я отношусь к сильным, и от меня зависит нечто, я должен взять и сделать, принять ответственность. А в каких ситуациях я отношусь к меньшим, так что я должен делать только в рамках своего маленького узкого коридора и никуда более. Ну и в рамках него сделать все качественно и по-настоящему. Проблема в том, что происходит часто сбой именно на данном уровне. Когда мы должны быть сильными, мы резко оказываемся маленькими. И наоборот. То есть мы идем, куда нас не звали и присутствуем, и отсутствуем там, где нас давным-давно ждут. Итак, к вам, цари слова мои. Чтобы вы научились при мудрости и не падали. Важно не постфакту, как мы часто рассуждаем, что если бы в свое время приняли нужное решение, то не упали бы. Но твое время есть сейчас. Сейчас нужно услышать, понять и сделать. Научиться, чтобы не падать. Бывшее было, а настоящее есть. С ним и надо делать, с ним и надо трудиться. Ибо свято хранящие святое осветятся, научившиеся тому найдут оправдание. Итак, вы желаете слов моих, полюбите и научитесь. Вот начало темы на несколько грядущих глав. В дальнейшем автор объяснит, что эта при мудрости, о которой он говорит, не есть некий абстрактный принцип жизни, какое-то золотое правило, которое нужно понять один раз и руководствоваться им всю жизнь. На самом деле, при мудрости это нечто личностное, что аналогично личного же отношения к себе и требует. Это важный момент. То есть ее нужно на самом деле полюбить, не понять или реализовать, а полюбить, ввести ее в свою жизнь объективным образом. А дальше, соответственно, звучит такой маленький задел. При мудрости светла и неувидающей, легко содержится любящими ее, обретается ищущими ее. Она даже упреждает желающих познать ее. С раннего утра ищущие ее не утомиться, ибо найдет ее сидящую у дверей своих. Помышлять о ней есть уже совершенство разума. И бодрствующие ради нее скоро освободится от забот, ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними. Эти стихи иллюстрируют, что при мудрости не сумма знаний, она упреждает ищущих. Прежде чем человек озаботился ее поиском, она со своей стороны уже озаботилась поиском этого человека. Он с утра до вечера ищет ее, но найдет сидящую у дверей собственного дома, потому что она никуда не уходила. К Новому Завету возвращаясь, это мысль про то, что Царство Божие внутри вас, то есть за ним никуда не надо ходить. Это, кроме всего прочего, и простой тезис относительно каких-нибудь экстраординарных религиозных практик. Чтобы получить нечто в отношениях с Богом, не нужно ехать в черной грязи к старцу, отстоять там на одной ноге 12 суток, или пойти есть землю с какой-нибудь могилой, или пешком дойти до Иерусалима. В реальности Бог никуда не уходил. Можно пойти и попытаться найти его где-то за горизонтом, и к глубокому сожалению, на самом деле так часто и происходит. Когда в рамках какого-то большого мировоззренческого кризиса, в который проваливается человек, человек пытается начать какие-то резкие поиски где-то на стороне, и чем дальше, тем лучше. У того же самого отца Иоанна Кронштадтского в житии описан подобного рода случай. Девушка имела большое духовно-психическое повреждение, и ее привели к нему. Он спросил ее, давно ли ты причащалась? Ответ был примерно следующим. Да давно, батюшка, ведь сами знаете, как сложно найти настоящего духовного священника. Ответ был прост. Матушка, у тебя сложная болезнь, я тебе не помогу. Единственный, кто может помочь тебе, это твой приходской священник. К нему иди, исповедуйся и причащайся там. Может быть, тогда тебе станет легче. Опять же, здесь можно понять, конечно, когда человек обращается к тому, кто уже имеет нечто опытное. Тот же сам отец Иоанн Кронштадтский. Он уже вошел в жизнь с Христом. Он потому мог и бесов изгонять наложением в руки, и возвращать зрение слепым. Да и делать многие другие вещи. Это понятно, это хорошо и удобно. Но, с другой стороны, важно, что до определенного периода времени для нас обращение к такого типа человеку, это забивание гвоздей микроскопом. То есть, на наш уровень духовного запроса нам вполне хватит каких-то более простых и линейных вещей. Вот когда мы уже там сумеем как-то шагнуть, и у нас сформируется какой-то другой запрос, вот его тогда, может быть, и сможет удовлетворить кто-то совсем другой, стоящий на совсем другом уровне. И так же и к вопросу поиска премудрости. Поиск этих прямых, однозначных отношений с Богом. Да, действительно, она сидит у дверей. И она уже давно озаботилась поисками нас. То есть, вот оно отличие, ну, скажем так, вообще восприятия Бога в том же самом христианстве от восприятия истины где-нибудь в философских или, например, каких-то религиозно-философских школах. С нашей точки зрения, Бог близок. Он даже ближе к нам, чем мы сами. Там же истина где-то далеко, объективирована. И вот к ней, как к любой другой объективности, как-то нужно дойти. В начало ее есть искреннейшее желание учения. А забота об учении – любовь. Любовь же хранение законов ее. А наблюдение законов – залог бессмертия. Бессмертие приближает к Богу. Поэтому желание премудрости возводит к Царству. Мысль о том, что все начинается с того, что наш современник Паисий Святогорец называет добрым беспокойством. То есть, когда человек вдруг понимает, что ему недостает, не хватает чего-то. Это нечто, он начинает искать. Происходит некое внутреннее осознание, осмысление. Дальше это нечто формулируется во что-то. И уже оформив запрос, человек начинает двигаться дальше. Поэтому первое – это желание учения. Желание куда-то двигаться. В рамках внутренней жизни, как и в рамках вообще практически любого другого начинания, желание учения – это первейший залог дальнейшего развития. То есть, всякая отрасль, в которую мы приходим с позицией полного внутреннего понимания и готовности, есть отрасль, с которой мы больше, по всей видимости, не встретимся никогда. Говоря о жизни духа, безусловно, мы имеем в виду, что учение здесь не должно быть просто интеллектуальным строительством. Опасно, если мы только говорим о духовной жизни. Когда попытки ее осмысления, например, происходят вне попыток приобретения соответствующего опыта. Залог здорового развития здесь – в моменте, когда мы пытаемся соотносить теорию и практику. То есть, когда мы пытаемся осуществлять это таким образом, чтобы примерно хотя бы как-то соответствовали, соотносились друг с другом практические и интеллектуальные вещи. Пример – чтение отцов. Все они хороши, все они правы, все они спасительны. Но перед этим выбором мы часто оказываемся как человек в аптеке. Перед нами 20 лекарственных средств, и теоретически они все от моей болезни. Но врач прописал бы только одно. Потому что другие либо не помогут, либо отягчат ее, либо убьют именно меня. Без врача не нужно ставить над собой эксперименты. Когда теория сопутствует практике, все будет идти, адекватно развиваться. И никаких совсем, безусловно, негативных результатов точно не будет. Более этого, каков итог? Там, занок бессмертия, приближение к Богу. А соответственно, примутся как таковая. И возводят к царству. Начав просто с доброй озабоченности, с какого-то поиска, формулирования вопросов и приведения всего этого каким-то конкретным, однозначным вопросом, а потом уже озаботившись поиском ответов на них, и в рамках этого всего, двигаясь к Богу, мы на самом деле входим в простое, линейное, однозначное строительство, итогом которого и будет искомое царство. Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовало вовеки. Казалось бы, к нам этот текст не имеет никакого отношения. У нас нет ни престолов, ни скипетров. Но мы уже упоминали с вами о больших и меньших в плане служения. И говорили же и о том, что все равно свое служение и старшего, в том числе, мы так или иначе в каких-то обстоятельствах несем. Чтобы его сохранить с премудростью, нужно плотно подружиться. «Что же есть премудрость и как она произошла, я возвещу, и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения, и открою познание ее, и не миную истины, и не пойду вместе с истаивающими от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости. Множество мудрых – спасение мира, и царь разумный – благосостояние народа. Итак, учитесь от слов моих, и получите пользу». Конец шестой главы поставил ряд вопросов. Автор интригует нас и приглашает к дальнейшему чтению, что такое премудрость, как она произошла. В седьмой главе автор не скроет. Вот литературный прием, показывающий, что один фрагмент окончен, а дальше все эти вопросы, озвученные автором в послесловии к одной части, получат разрешение в последующем фрагменте с седьмой по одиннадцатую главы. Продолжение следует...